Музыка Как сообщил на заседании комиссии по подготовке к отопительному сезону мэр Магадана Юрий Гришан, на днях ночью температура воздуха на снежной долине опускалась до плюс 2 градусов, а на горнолыжке минус 1 градус. Все работы по подготовке областного центра к новому отопительному сезону жестко рекламентированы, подчеркнул в своем докладе руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии Магадана Анатолий Худинин. Все работы по подготовке к зиме должны быть завершены к 1 сентября. К 15 сентября должен быть получен паспорт потребителей тепловой энергии. До 1 ноября паспорта должны получить теплоснабжающие организации. И 15 ноября это муниципалитет. Планом подготовки муниципалитета к зимнему сезону предусмотрено финансирование запланированных мероприятий в размере 471 миллион рублей, из которых на сегодняшний день реализовано мероприятий на 175 миллионов рублей или 37%. При этом подготовка жилищного фонда на фоне общей готовности города идет более успешно. Из 102 миллионов рублей 70 уже реализованы, что составляет чуть более 64%. Например, по ремонту швов исполнение плановых работ составляет 61%. 10 тысяч погонных метров из 17 тысяч запланированных. По ремонту кровли выполнено 64% объема работ. Работ по утеплению торцов зданий 63%. На отопительный сезон 21-22 ведутся работы по основному оборудованию. Уже у нас отремонтировано. Это турбоагрегат номер 8, котлоагрегат номер 5. 23 июля закончился ремонт котлоагрегата номер 6. И с 4 августа начинается ремонт котлоагрегата номер 7. Также ведутся работы на вспомогательном оборудовании. В данный момент в связи с отключением у нас проводятся работы на подпитке. На подпиточной линии эти работы проводятся хоспособом. Также у нас ремонтируется здание сооружения теплого магистрали. В принципе, мы идем по графику. Отставаний от графика нет. В настоящее время на склады Магаданской ТЭЦ уже завезено около 100 тысяч тонн угля. В настоящее время уже разгрузился пятый теплоход, доставивший еще 27 тысяч тонн. Это будет примерно половина от планируемых на зимний отопительный период запасов угля. 250 тысяч тонн. Но теперь запасы угля пополняются даже с опережением. В конце прошлой недели состоялось очередное заседание правительства в Магаданской области, в ходе которого были рассмотрены несколько важных тем. Одна из них – работа волонтеров в период пандемии новой коронавирусной инфекции. В марте прошлого года стартовала всероссийская акция «Мы вместе». Она объединила десятки тысяч волонтеров, а в нашем регионе – около 400, которые помогали пожилым людям в период ковида. На базе молодежного центра обоснованного организована работа «Горячая линия», куда обращались пожилые граждане, нуждающиеся в волонтерской помощи. Добровольцы закупали и доставляли продукты питания, лекарства, помогали вынести мусор, давали консультации по вопросам суммления ограниченных мер в период пандемии коронавирусной инфекции. В том числе доставляли продуктовые наборы, которые к нам были направлены из Москвы. Благодаря поддержке губернатора Магаданской области и правительства участники акции обеспечивались транспортом для поездок в отдаленный район города Магадана. Сергей Носов похвалил работу волонтеров и сказал, что это хорошо, когда у молодежи есть желание помогать нуждающимся. Также волонтеров нужно продолжать поддерживать, чтобы у них не возникало каких-либо проблем. Кроме этого, он попросил присылать ему каждый день рассылку с данными о ситуации в поликлиниках, потому что очень много голымчан находится в больницах для иммунизации. И с одной стороны это хорошо, ведь это означает, что все больше жителей доверяют вакцине. И желают, чтобы их организм был способен дать отпор ковиду. Однако в этой ситуации осталась одна проблема, которая не устраивает губернатора региона. Вопрос ожидания очереди в очередях, они должны быть соединены к минимуму. Мы сделали день вакцинации нерабочим днем. Я прошу, кстати, вы проверьте, так ли на самом деле. То есть, что должен кто-то проверять, а не то, что мы выпустили бумажку. Значит, именно бумажку, если эти такие важные решения не выполняются или саботируются. Но при этом человек все равно не должен просиживать по нескольку часов в очереди. У вас такие данные были. Я надеюсь, что такого больше нет. Организуйте взаимодействие с волонтерами и руководством поликлиник нашей. На улице Якутска завершаются работы по замене теплосети. Напомним, что на этом участке проводится капитальный ремонт дороги, который реализуется в рамках Всероссийского национального проекта. Безопасные и качественные автомобильные дороги. И параллельно с этим муниципалитет решил заменить теплосеть, чтобы в будущем не приходилось заново перекрывать улицу. Суммарно заменили 150 метров магистрали. На это потребовалось около двух месяцев. Однако, если бы не было сильных дождей, при которых в принципе нельзя проводить сварочные работы, и после которых приходилось устранять все последствия непогоды, Магадан-Сеплосеть справилась бы со всей заменой быстрее. Сейчас на этом участке специалисты занимаются перекрытием плитами канала, обмазкой и гидроизоляцией. И только после этого начнется засыпка. По договору мы заключили договор со специализированной организацией дорожниками на обратную засыпку. Ну и этот вопрос будет под нашим контролем. Здесь дорожники будут сами выбирать это время, потому что они подстраиваются под свои работы непосредственно, когда что они будут здесь заниматься асфальтированием. Я думаю, что это в ближайшее время никто не будет затягивать, потому что у них свои контрактные обязательства по дороге. Однако самый сложный, масштабный и затратный проект Магадан-Теплосети – это замена первой тепломагистрали на улице Советская. Ведь там идет не просто замена теплосети, а замена магистрального трубопровода с увеличением диаметра. Раньше там находилась труба с диаметром 500 мм, и обеспечивала она три центральных тепловых пункта, но сейчас ее диаметр увеличивают на 300 мм. Поэтому в недалеком будущем она уже сможет передавать тепловую энергию в гораздо большем объеме. Также она будет находиться в полностью проходимом канале со освещением, чтобы специалисты могли спокойно проверять и обслуживать трубу. Поэтому за все время работы новой трубы на этом участке не потребуется делать большие траншеи и перекрывать улицу. Но несмотря на то, что это самый сложный проект, к ноябрю этого года новый трубопровод должен быть полностью готов к эксплуатации, и затем специалисты смогут приступить к оставшимся работам, а именно к обратной засыпке и открытию улиц. Одним из важнейших событий 2021 года стало присвоение Магадану почетного звания «Город трудовой доблести». Быть удостоенным такого звания – высокая оценка за вклад колымчан в победу в Великой Отечественной войне и память тех, кто отдал свои жизни на возведение и развитие города. Около года назад военно-историческим обществом проводился всероссийский конкурс на Стеллу, которая будет установлена во всех городах, получивших название «Город трудовой доблести». Из 20 разных проектов, которые представили талантливые архитекторы и скульпторы, победил проект Дениса Стритовича. Основа проекта Стеллы для всех городов будет одинаковой, но детали каждого адаптируют под его историю и архитектуру. Макетом предполагается размещение вокруг Стеллы изображений, отображающей вклад магаданцев в победу. Ну вот Денис точно только недавно вернулся из Перми, как бы, конечно, его заинтересовало, и он хотел бы сейчас приехать. Что он сразу обозначил, что обозначили в военно-историческом обществе, потому что все это совместно они проводят. Значит, первое, мы должны, самый первый шаг, это определиться с местным установкой данной Стеллы. От этого очень много зависит, это должно быть одобрение наших местных архитекторов, там, все, кто занимается, ну, в том числе и населения. На заседании общественной палаты города Магадана, которое прошло в прошлом месяце, предложили один из вариантов для возведения Стеллы в небольшом сквере на 31-м квартале. Главный аргумент выбора места расположения Стеллы – это въезд в город, и все гости столицы Колымы сразу смогут увидеть этот символ и понять, что Магадан – это город, который есть только благодаря его жителям. Однако для установки монумента нужно мнение не только депутатов и чиновников, но и самих горожан. Поэтому сейчас каждый желающий может предложить свой вариант для возведения Стеллы на сайте «Открытый Магадан». Если вы ранее не были зарегистрированы, то для регистрации потребуется лишь ваша электронная почта, и затем на главной странице этого сайта появится раздел для голосования, где тоже не потребуется совершать сложных манипуляций. Нужно будет лишь выбрать желаемое место. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова